Деловой разговор Добрый день. Все, поэтому, значит, партия вникает во все вопросы жизнедеятельности города, горожан, поэтому нам есть до всего дело. Понятно, что прежде всего люди ориентируются не на слова, на дела. Партийных проектов у «Единая Россия» очень много. Вот какие для БИСКа вы назвали бы все-таки самыми масштабными, самыми такими заметными? Ну, безусловно, и город, и горожане в этом году все увидели проект национальный, который курируется в партии «Единая Россия». Инициирован был партией «Единая Россия». Это безопасные и качественные дороги. Значит, третий год уже идет проект «Комфортная городская среда». И культура малой родины тоже все знают. Ремонтируется городской драматический театр, делаются постановки. Это тоже инициатива партии «Единая Россия». Все-таки, вот если рассматривать, наверное, самый такой масштабный проект, заметный для города, это ремонт дворов, ремонт скверов. На ваш взгляд, насколько это сильно преобразило город? Конечно, сильно. На сегодняшний момент из тысячи многоквартирных домов в городе Бийске мы сделали практически в каждом четвертом дворе города капитальный ремонт. Поэтому в этой работе участвуют все звенья. Значит, жители города, управляющие компании, администрация, подрядчики, депутаты и кураторы, от партии «Единая Россия» выступают таким связующим звеном всей этой работы. Начиная от стадии проектирования, проведения собраний жильцов и заканчивая задачей работы. На сегодняшний момент, кстати говоря, сейчас идет задача по дворам, создана комиссия. И без участия куратора, без его замечаний, значит, дворы не будут приняты. Если говорить, в принципе, о каких-то городских задачах, о городских проблемах, все-таки вот сегодня «Единая Россия» прежде всего сосредоточена на каких вопросах? Ну, жилищно-коммунальное хозяйство, это понятно. Я говорю, вот сегодня мы просто погружены в этот процесс, выделяются большие средства. Наша задача, чтобы эти средства были освоены, они получились качественные дороги, качественные дворы, чтобы мы получили тот эффект, который закладывали наши старшие коллеги по партии, когда принимали решения на федеральном уровне, а разрабатывались эти программы. Они же с учетом наших предложений и мнений. Ну, видно, в городе наводится порядок. К этому всему, конечно же, мы имеем отношение посредством утверждения бюджета и внесения изменений в бюджет. Поэтому, да. Ну, смотрите, всегда же приятно, когда результат видно невооруженным глазом. Вот вы можете сравнить город сегодня и, допустим, лет пять назад? Изменился? Конечно. Город изменился, изменился в лучшую сторону. Ну, про пять ничего не могу сказать. А вот, допустим, практически стало очень много новых домов. По программе переселения из ветхоаварийного жилья, каждый, а не каждый, 5% населения города, практически 5% населения города получили бесплатно новое жилье. Практически вырос новый поселок, мы это видим. Благоустроена территория. Мы видим эти улицы Матросова. Мы, значит, дворы видим. Поэтому это как локомотивы экономики. Вкладываются средства, приходят в город, они обрабатываются нашими предприятиями городскими, платятся налоги. То есть это вот все, оно имеет такой эффект коммунитивный. Поэтому выстраивание вот этих инфраструктурных вещей, оно все поднимает наш экономический статус города. Раз уж коснулись экономики, ну, очень активно всю минувшую неделю обсуждается решение Думы о принятии новой налоговой ставки для недвижимости 0,3%. Можете как-то это решение прокомментировать? Да, могу прокомментировать. Сейчас вот и в средствах массовой информации, и в интернет. Значит, очень многие спекулируют тем, что сегодня, значит, принята увеличенная налоговая ставка. Значит, о том, что будут больше налогов платиться. Хотелось бы сразу сказать, этот вопрос очень досконально и серьезно изучен. Значит, целью вот этой налоговой реформы не является увеличение налоговых платежей. Значит, целью этой налоговой реформы просто меняется система налогообложения. Раньше она была завязана на инвентаризационную стоимость, сейчас на кадастровую стоимость. Значит, никто не может сказать сегодня стоимость, которая получится в результате того, когда будет посчитана кадастровая. Почему принято решение? Налоговым кодексом предусмотрена ставка 0,1. Почему принято сегодня решение 0,3? Ну, оно не просто принято 0,3, да? А принято 0,3 и в октябре, в ноябре 2020 года, это записано в решении Думы, мы вернемся к этому вопросу и установим конкретную ставку. Значит, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы когда будет посчитана кадастровая стоимость, мы поймем, сколько кто должен платить. А исходя из тех целей, которые я говорил, что у нас нет цели повысить сбор налогов, мы будем корректировать, исходя уже из разных категорий граждан, значит, объектов. Поэтому мы будем приводить это в соответствие, чтобы никто не получил повышение и удорожание там этого налога. Ну, налоговое законодательство у нас устроено таким образом, чтобы, значит, внести какие-то изменения, оно такое очень статичное, нужно принять решение за год. Поэтому оно такое принято было. И мы оставили маневр для себя, потому что в сторону уменьшения, потому что с 0,3 мы можем уменьшить налог, когда если мы увидим, что он растет, мы его уменьшаем. Понимаете, а если будет недобор, путем исходя из этого реформы, да, то есть если человек платил, допустим, там, 10 тысяч рублей за жилье, а по итогам этой реформы, когда астровой стоимости будет 5 тысяч рублей, мы будем, естественно, увеличивать, доводить до того же состояния, которое было. Потому что нет задачи не уменьшить, не увеличить, есть сохранить и плавно перевести на другой порядок расчетов. Давайте еще раз внимание акцентируем на том, что вот эти налоговые уведомления по новой системе расчета люди получат не в 2020, а в 2021 году. Да, конечно. Значит, все налоги будут платиться в 2021 году. Дума в октябре-ноябре 2020 года вернется к этому вопросу. Ну, не то, что вернется, он будет реально рассматриваться, потому что сегодня нету налоговой базы. Значит, не налоговой, а кадастровой базы, и мы не можем сегодня сказать, ни мы, никто иной не может сказать, сколько же будет стоимости. А это муниципальный налог, он поступает, получается, в казну города? Да. Это наши дороги, это наши дворы, это наши благоустройства поступают? Я говорю, что если вот, исходя из одних данных, которые представлены администрацией, это размер этого налога, там, 137 миллионов, может быть, падение. Значит, в условиях, когда собственные доходы, там, миллиард четыреста, практически 10% выпадут доходов. Ну, это ощутимо. Ну, это неощутимо, это нам же не закрывать, там, детские сады, школы, потому что нам же это содержать надо. Поэтому тут баланс личного интереса, общественный интерес, он должен быть соблюден, поэтому, как бы, вот этим решением мы выравниваем все, чтобы ничего не поменялось. Давайте о приятном. Вот «Единая Россия» очень активный участник различных городских мероприятий, это День города, День Победы, различные спортивные праздники, праздники для детей. Вот чем такой интерес выражен? Ну, как сказать, чем интерес? Вообще, жить интересно, а интересно жить, понятно. Значит, активная жизненная позиция наших, вообще, люди, которые приходят в партию, они с активной жизненной позиции, которые хотят что-то изменить в лучшую сторону. Они вливаются в большой коллектив со своими идеями, со своими горящими глазами, поэтому мы их видим и на праздниках, мы их видим и во дворах, мы видим их и на дорогах. То есть это неравнодушные люди, которые хотят сделать мир вокруг себя лучше, интереснее. И праздники – это та же часть нашей жизни, такая более приятная, да, когда мы все в хорошем настроении, значит, все эти вещи проводим, поэтому мы, конечно же, пропагандируем здоровый образ жизни, значит, правильный отдых. Поэтому мы участвуем во всех этих мероприятиях, стараемся участвовать. У нас молодая гвардия, значит, достаточно серьезно тоже эти вещи пропагандирует. Сергей Владимирович, если кто-то вот чувствует себе такую тягу, хочет он вступить в Единую Россию, что делать, с чего начинать, куда обращаться и нужно ли какие-то поручительства, рекомендации? Значит, партия Единая Россия – это партия, которая открыта для всех, значит, люди, которые хотят вступить в партию, должны пройти, значит, через институт сторонников партии, приходят в исполком, пишут заявление. В течение шести месяцев мы рассматриваем, значит, чем человек живет, что делает, как себя позиционирует в партийной жизни. И потом в местном политическом совете мы принимаем решение о приеме либо об отказе в приеме, ну, по каким-то причинам, да, там бывает. Ну, а вообще, в общем-то целом, конечно, мы для всех открыты, всех с удовольствием ждем, неравнодушных, интересных и неинтересных тоже. Всех ждем, значит, кто хочет вступить, приобщиться, потому что у людей есть потребность быть частью чего-то большого, чего-то такого настоящего, то, что партия, за которой есть реальные дела, которая при принятии решений не боится нести ответственность, да, пусть они какие-то непопулярные, к тому же к вопросу о налогу, да, то есть мы-то понимаем, что, как и что мы делаем, но есть вещи, которые спекулируются, да, вот 0,1, 0,3 больше, чем 0,1, все, значит, начинают на этом пиарить. Людям надо разъяснять это, и вот партийцы, в том числе, они тоже разъясняют, потому что есть сеть у нас в городе Бийске, 99 первичных отделений партии, более 1300 членов, значит, у нас выпускается ежеквартальная партийная газета, мы ее распространяем, значит, где рассказываем о своих делах, что делаем, более того, у нас есть там зональный принцип работы, то есть достаточно интересно, то есть затягивает это все, затягивает. Поэтому работа с людьми, ну, она и тяжелая, но она и приятная. Если уж коснулись мы кадрового состава Единой России, то вот определенные решения, они так очень активно в СМИ обсуждались, а можете разъяснить позицию Единой России вот по четырем депутатам нашей городской думы? Ну, да, значит, могу объяснить, значит, у нас прошла годовая конференция партии Единой России, потом был политсовет, значит, у нас по результатам политсовета было принято решение, у нас один член партии был исключен, это Курасов Руслан Валентинович, а трем, значит, депутатам, это Беляева Евгения Николаевича, Трышкина Леса Сергеевна и Белозирова Николаевича, определенные замечания. Значит, по то, что касаемо Руслана Валентиновича, в общем-то, он достаточно давно свою позицию как-то вел себя непонятно, то, в общем-то, он то в партии, то пишет заявление, что он хочет выйти из партии, нигде не регистрировать, потом вышел с фракции, вышел с политсовета, то опять вернулся. Ну, в общем, вот по совокупности всех, значит, его действий, ну, в общем-то, и приняли решение такое, что остаться с ним. А то, что касаемо, значит, троих депутатов, с которыми я думаю, что мы будем конструктивно работать в партии, и последняя сессия показала это, что есть полное понимание, есть взаимодействие, и, в общем-то, мы готовы, в общем-то, сообща, срезать какие-то острые углы. Ну, в общем-то так, работаем. — Можете еще рассказать вот интересующимся, где находится приемная Единой России, как можно обратиться? — Значит, у нас первое, что хотелось бы сказать, исполком Единой России находится в ДК БОС, это социалистическая 80, там-то у нас есть специалисты, к которым можно обратиться, в общем-то, с любым вопросом жизненным, и поговорить там, и вникнуть тогда партийцы, значит, разберутся в ситуации, ну, если, значит, нет нарушения, или там кто-то нарушает закон, то вмешаемся, будем помогать. И есть общественная приемная, которая функционирует по адресу, улица 8 Марта, 12, значит, там все депутаты фракции Единой России ведут прием. Туда тоже можно обратиться с любым вопросом, любой горожанин, прийти, поделиться, и, в общем-то, народ идет, значит, все вопросы прорабатываются, и помогаем, где можем, всегда помогаем, вникаем и делом, и словом, и конкретными действиями, поэтому юридическую составляющую просматриваем, потому что многие люди просто, ну, законов столько, что можно в них запутаться, да, когда разбираем ситуацию, приделываем определенным документом ноги, поэтому мы цели на результат, чтобы обращение не просто рассмотреть, а чтобы пройти, разобраться и помочь. Сергей Владимирович, спасибо, что пришли, рассказали немножечко о партии, может быть, кто-то еще не знает, что такое День России. А на сегодня это все, с вами была программа «Деловой разговор», увидимся через неделю. Субтитры подогнали Симон.